Всем привет, друзья! Сегодня мы приехали в Друскининг, и сегодня в этом ролике я вам покажу Друскиники, но, наверное, придется разбить этот ролик на два видеоролика, потому что здесь очень-очень много, что можно показать. И вообще, я советую, если вы когда-нибудь поедете в Друскиники, то желательно сюда ехать не на один день, а как минимум на два, потому что здесь реально очень много всяких достопримечательностей. В общем, друзья, первое, что я увидел, это вот такой вот большой как бы парк, парк-сквер. Смотрите, какой он огромный. Здесь стоят вот такие всякие скульптуры. Одна скульптура в виде ноты, другая скульптура я вон там видел в виде скрипки есть. Еще есть вон такой граммофон там стоит. Трава везде покошена, здания везде отреставрированы. Кстати, сейчас, когда мы ехали, заезжали на машине в Друскиники, я обратил внимание, что здесь реновация уже, наверное, завершена где-то на 80%. То есть 80% зданий в городе Друскиники уже отреновированы. То есть здесь осталось уже совсем практически мало, я не знаю, процентов 20, наверное, домов, которые выглядят еще очень старенько. Но я думаю, за еще пару лет здесь все отреновируется, и Друскиники будет вообще суперсовременный, ультракрутой курорт в Литве. Итак, друзья, мы сели на велосипеды, и сейчас в этом видеоролике в первом я хочу просто проехать все Друскиники, то есть полностью в общем плане показать вам город, а уже во втором видеоролике мы более подробно рассмотрим центр города, то есть где находятся все самые крутые вещи. А сегодня мы просто вот так вот прокатимся. Так, сейчас подождите, мы тут едем через зебру, здесь очень много машин. Еще знаете, что я заметил, как только мы сюда заехали, я увидел, что здесь очень много крутых машин, то есть здесь прям видно, несмотря на то, что в Друскиниках, по-моему, где-то 11 тысяч населения, но здесь видно, что прям очень много крутых машин, много тут людей богатых. Ну, кстати, также, наверное, сюда приезжают богатые люди отдыхать, я думаю, потому что я слышал, что здесь много из Беларуси людей приезжает, а также из России приезжают люди сюда отдыхать, поэтому здесь, короче, все такие сливки собираются. Здесь всякие Бехосы ездят, там Айтам 7 или какие, я не разбираюсь в моделях БМВ, но я видел сейчас одну Беху, она прям так газовала, и она очень классная. Так, сейчас я развернусь, подождите, я вам хочу показать вот это здание. Здесь у нас что, Друскинику? Швейтиемо Центрос. Вот такой вот центр, смотрите, тоже красиво выглядит. Я его уже сдалека заметил, и сейчас я хочу его еще вам показать. Сейчас мы развернемся и поедем дальше. Так, давайте сейчас мы выедем вот сюда вот. Придется нам немножко тут перепрыгнуть сейчас на велосипеде. Хорошо, что я купил горный велосипед, а не городской. На горном можно вот так вот спокойно запрыгивать на вот такие всякие бордюры. Так, едем дальше. Вот смотрите, о чем я вам и говорил, что все домики, смотрите, они отреновированы. То есть здесь все вообще очень круто выглядит. И также вот эти вот все покрытия, по которым мы сейчас едем, они тоже отремонтированы. Новые лавочки стоят, новые парковки для велосипедов, газоны везде покошенные. А четырехэтажные вот такие здания, смотрите, это жилые дома. То есть здесь живут люди, у них уже дома отреновированы. И смотрите, как они круто выглядят. У них прям тонированные окна на балконе от самого пола и до самого верха, до потолка. Тонированные такие стеклянные. Вон я вижу, бабушки сидят на балконах, смотрят. Короче, вообще все мега круто тут выглядит. Я вам даже так скажу, что здесь вот население 11 тысяч до всего, но здесь все выглядит намного круче, даже не побоюсь сказать, чем в Вильнюсе. То есть в Вильнюсе, вот чтобы вот так все выглядело, я не знаю такого района. Конечно, есть там, знаете, местами, местами в Вильнюсе есть маленькие места, где вот все в таком идеальном состоянии. Но чтобы вот прям вот так вот ехать, ехать, ехать и везде было круто, то есть в Вильнюсе такого я не видел. То есть в Вильнюсе бывает как бы, ну, один пятачок там все старенькое, один пятачок все новенькое и таким образом. А здесь прям я еду и вот тут все прям реально все новое. Смотрите, все тротуары, все лавочки. Вот только вот здесь вижу два домика очень стареньких. Кстати, на этих стареньких домиках есть таблички и там написано, что они продаются. То есть люди их продают либо сами их ремонтируют. Так, давайте сейчас мы вот сюда проедем и поедем дальше прямо. То есть люди их продают либо реновируют и потом появляются вот такие дома. Смотрите, вот уже отремонтированный. А, это Региструцентрос. Я чуть не обманул вас. Короче, это не чей-то дом, это Региструцентрос, это госучреждение. Так, здесь у нас, смотрите, какая-то парковка и смотрите, как цветами сделано. Вообще просто шикардос. Смотрите, новые лавочки, новые заборы, новая брусчатка. Все новое, блин, реально тут вообще очень круто. Я не знаю, почему туристы едут в Вильнюс. Надо, по-моему, ехать не в Вильнюс, а ехать сразу в Друскинике. То есть, если вы приехали в Литву, сразу, короче, едьте в Друскининка и все. Так, едем дальше. Вот мы уже сейчас приближаемся к центру, ребята. Центр, как я и сказал, у нас будет в следующем ролике. А в этом ролике мы вот так сейчас полностью проедем сквозь все Друскиники. Так, это у нас Максима Икс, небольшой такой магазин. Там, я вижу, люди сидят в таком интересном колпаке, такой стеклянный колпак, и они сидят в нем, пьют кофе. Так, едем вот сюда. Смотрите, даже остановки с вот таким вот табло, на котором пишется, когда приедет автобус. То есть, здесь вообще, блин, все современно, все продумано. Велодорожки тоже повсюду здесь есть. Мы сейчас даже за город выезжали на машине, и там за городом даже идут велодорожки. Они прям нового качества. То есть, видно, что их вот прям недавно сделали. Все такое аккуратное, все красивое. Так, едем дальше. Вот здесь какой-то тоже старый, видно, дом, но он отреновирован и сделан новым. Тут какая-то еще улица. Так, а, все, я понял, куда мы подъехали. Мы сейчас приближаемся к озеру, ребята. Здесь я сейчас выключу камеру, потому что это будет уже в другом ролике. В этом ролике мы сейчас дальше поедем, а центр я вам сниму отдельным роликом, потому что в центре там вообще красота. Друзья, сейчас увидел вот такую вот карту города, и хочу вам показать, где мы сегодня прокатимся. То есть, что вы сегодня увидите в ролике. Вообще, начали мы ехать вот отсюда. То есть, мы ехали по улице Чурленё-Гатве, и теперь мы поедем вот так. Сейчас мы находимся вот здесь, возле костела, и мы будем продолжать ехать по этой улице вот сюда. Проедем вот это кольцо, проедем прямо, и потом завернем вот сюда, и проедем до моста. И еще мы немножко проедем за мост. То есть, вот сюда уже на окраину города. Там я хочу вам показать, что там есть велодорожки, они в суперкрутом качестве. Поэтому сегодня мы вот это вот все проедем, и я вам это все покажу. Итак, друзья, едем дальше. Здесь столько машин. Блин, по-моему, даже в Вильнюсе столько машин не было, когда мы тут на днях были в Вильнюсе. Даже там было потише. Здесь вообще такой просто движняк. А там вон находится озеро. Газоны, блин, газоны везде вообще покошенные. Блин, как же здесь красиво. Хотя население всего лишь 10-11 тысяч, по-моему, я в Википедии прочитал. Но здесь, блин, вообще круто. Здесь даже круче, чем в Вильнюсе. Я не спорю. Да, конечно, это, блин, туристический город и все такое. Но извините меня, ребята, то есть, блин, при таком населении и такая красота, то есть, для меня это, например, удивительно. Так, едем дальше. И смотрите, главное, вот что я еще обратил внимание, когда я в Литве начал кататься на велосипеде, что, смотрите, везде есть вот такие плавные спуски и плавные заезды. То есть, не нужно спрыгивать с велосипеда и через бордюры перетаскивать велосипед. То есть, ты просто спокойно едешь, едешь, едешь и все. Вот здесь такие часы, кстати, красивые стоят. Смотрите, они электронные, но они сделаны по виду, как Биг Бен. Прям так они выглядят классно. И смотрите, есть еще вот такие, кстати, дома в Друзкиниках. Смотрите, он деревянный, он старинный, но он отремонтирован, то есть, он весь как новенький. Смотрите, как будто его только построили. И там вон из дерева всякие такие резные элементы есть. То есть, все очень красиво выглядит. Здесь какой-то вот семейный парк. Жирафы какие-то стоят. Я думаю, что это может быть даже зоопарк, наверное. А тут, смотрите, идет реновация дороги. Давайте я остановлюсь, покажу вам, потому что, может, кто-то из вас разбирается, как делаются дороги. Но в Литве они вот делаются вот так. То есть, смотрите, все коммуникации уже проложены. Все засыпано щебнем. Потом сверху будет асфальт. А там сделали какое-то углубление. Там, наверное, трубы, может, какие-то будут проходить. То есть, вообще, я заметил, что в Литве, если что-то делается, то делают очень качественно на долгие годы. А есть, смотрите, вот такие еще старенькие дома, не отреновированные. Но, как я сказал, их в Друскиниках уже очень-очень мало. Так, вот здесь в Чурлениса музей мемориальный есть. Мы туда не будем заезжать, потому что, я не знаю, по-моему, даже он не работает сейчас из-за коронавируса. По крайней мере, мы были сейчас на Сноу-арене. То есть, там, где на скейтбордах можно кататься. Но там все закрыто. И нам охранник вышел, сказал, что 1 июля приезжайте. Поэтому, ребята, 1 июля мы еще приедем в Друскиники. И мы заснимем вам Сноу-арену, то есть, где на сноубордах можно кататься. И также мы заснимем еще ролик про канатную дорогу. То есть, там канатная дорога есть. И можно по этой дороге канатной забраться в Сноу-арену. Мы же съездили туда на машине сейчас и посмотрели, то есть, как она выглядит. Она очень огромная. Поэтому это прям для отдельного ролика мы приедем в Друскиники, чтобы вам потом это все показать. Так, здесь у нас тоже вот такая красота. Сейчас мы доедем до моста, ребята. И после моста это уже фактически будет как бы не Друскиники. То есть, это будет уже самая окраина Друскиников. И я вот хочу вам тоже ее ради интереса показать. Потому что там очень все тоже круто и современно. Вот еще пару домиков тоже не реновированные. И вот этот вот домик тоже не реновированный. Он такой старенький, смотрите, деревянный. Но рядом с ним, смотрите, рядом с ним уже все отреставрировано. Смотрите, вот отреновированный тоже дом. Это, по-моему, да, жилой дом. Я вижу, вон сушилки у людей стоят. Это жилые вот такие дома. Они все уже новые. Здесь тоже уже все обновили. И здесь тоже обновили. Покошенная трава тоже рядом с домами. Так, здесь у нас сирень цветет. Блин, как же красиво здесь, вообще шикарно. Вот этот, кстати, мне понравился вот этот домик. У него крыша сделана у вот этого из черепицы. А у этого рядом она из деревянных таких щепочек. То есть, все очень красиво выглядит. Здесь тоже, смотрите, ремонтируется дорога. И сейчас мы поедем вот сюда прямо. Так, здесь нам придется спрыгивать с бордюра. Потому что сейчас дорога ремонтируется. Так, давайте я спрыгну, и мы поедем по кольцу. Окей, сейчас мы по кольцу прям поедем. Пока тут машин нету, нам нужно быстренько проехать. А то вон там едут машины. А здесь какой-то, кстати, вот санаторий я вижу. Но он что-то такой прям старенький. То есть, он даже не отремонтированный, не отреновированный. Так, сейчас мы заедем на тротуар. Окей. И поедем здесь. Потому что здесь, в принципе, довольно оживленное движение. Тут много машин. И поэтому лучше мы поедем по тротуару. Хотя, в принципе, даже если по дороге мы поедем, в Литве никто не сбивает велосипедистов. То есть, вас просто аккуратно объедут за метр, как это в правилах написано, и все, и поедут дальше. Поэтому здесь, если вы едете на велосипеде, и вы видите, что по тротуару ехать невозможно, то можете смело спускаться на дорогу, ехать по дороге. Так, Савивальдибис продает вот этот участок. Местные власти продают здесь. Смотрите, какой-то маленький чей-то отель. Это прям люди сами сделали. У них подземный гараж там. И вот это, во, ребята, во-во-во. Вот здесь я остановлюсь прям. Я хотел вам показать. Вот такой вот вешбутис отель. Три звезды нарисовано, но, блин, он снаружи выглядит как пятизвездочный. Прямо как какой-то замок. И самая фишка в том, что крыша у него из жести, смотрите, сделана, а сам он оббит полностью деревом. И дерево вот так вот покрашено в оранжевый цвет. Вообще круто выглядит. Особенно вон там он, я вижу, балкончики есть. И там на балконах вообще просто кайф, блин. Если в таком отеле остановиться, там вообще реально можно круто отдохнуть. Здесь идут такие домики. А тут кто-то, смотрите, выкупил территорию. И уже строительные работы ведут, я вижу. Там сзади он строит двух- или трехэтажное здание. Тут тоже у людей такой домик. Я думаю, тоже, может быть, они что-то сдают. Здесь два стареньких домика. Их еще не реновировали. Так, и мы доехали сейчас до перекрестка, ребята. И мы повернем сейчас направо. И там уже скоро будет мост. Вот, и еще там будут сейчас вот деревянные дома. Сейчас я вам их покажу, смотрите. Вот у нас деревянный домик. Он тоже со всякими такими резными элементами. И он очень красивый, смотрите. Он полностью обновленный, по-новому выкрашенный. И там вот сейчас еще впереди я вам еще таких домов покажу. Их тут целая куча. Они все деревянные. Они все, блин, обновленные полностью. Вообще красиво выглядят. А санаториев, кстати, здесь тоже. Вообще в Друзкиниках очень много. Здесь много белорусов приезжает вообще отдыхать в этом городе. Вот тоже какой-то отель. Регистратура написана. Вита написан отель. Называется там вот вниз идет ход. Так, здесь у нас какая-то стройка. Я не знаю, давайте поедем туда или не поедем. Давайте попробуем поехать. Вот здесь тоже, смотрите, что-то строится. Давайте попробуем вот здесь проехать на велосипеде. Ау! Потому что здесь очень такое узкое место. И здесь на велике... А, я зря поехал, ребята. Вон там дом, короче, крутой. Подождите, я вам покажу его. Вот он, смотрите, тоже деревянный. Со всякими такими резными элементами. И он капец очень красивый. Вообще топовый, смотрите. Во какой. И давайте сейчас я дальше поеду. Вот здесь по прямой. Окей, погнали. Так, едем. Здесь у нас идет стройка. И смотрите, как аккуратно сделали. Здесь было дерево. И его не спилили. Просто аккуратно вокруг него построили вот эти вот все вещи. Потом это все уберут. И дерево останется целым, да? То есть после стройки. Во время стройки никто ничего тут не вырубает, не вырезает. А здесь тоже какой-то санаторий. Я вообще не смотрел даже, какие здесь санатории. Потому что мы что-то сегодня досиделись до обеда. И только в обед мы выехали в Друзкиники, чтобы посмотреть. То есть сели на машину, велосипеды загрузили и поехали. Так. Вот здесь у нас... Ооо! Вот это да! Резервуата. Смотрите, какой дом. И по-моему, это жилой дом, я так понял. Это, по-моему, жилой дом. И смотрите, какой он крутой. Как он отреновирован. Так, едем вот сюда. Ооо! Здесь тоже прям, смотрите, как дворец. Как какой-то замок прям, да? Вот этот вот домик, смотрите. Я не знаю, что это такое. Может, литовцы кто были, напишите, что это. С виду выглядит, как какая-то церковь, как будто. Но на самом деле это, по-моему, не церковь. А вон там тоже как замок такой дом находится. Вот еще один деревянный дом. Смотрите, с резными элементами. Вообще топовый. Смотрите, какой он красивый. Тоже отремонтирован в таком древнем, прям деревянном стиле. Так, здесь у нас тоже газоны покошены. Какой-то еще отель. Здесь кафе внизу. Кстати, я заметил, что людей на улицах практически нету, потому что мы сейчас разговаривали с людьми, которые работают вот в санаториях. И они сказали, что сейчас из-за коронавируса санатории пустые. То есть людей нету. И сейчас даже есть такой риск, что будет какая-нибудь волна банкротств этих санаториев. Потому что... О, вот она канатка, кстати. А мы ее не видели. Теперь мы знаем, где она находится. Это канатная дорога, по которой можно сесть и добраться до сноу-арены. Теперь мы будем знать, кстати, где она есть. Это у нас аквапарк. Аквапарк мы вам покажем в следующем видеоролике. И сейчас мы едем уже, подъезжаем к мосту. Сейчас посмотрим мост. И хочу я переехать через мост на ту сторону, на вторую, чтобы показать вам окраину Друзкинников, так сказать, ребята. Потому что я, если честно, блин, удивлен, что даже на окраине Друзкинников там такая красота. Сейчас мы поедем вот так вот на мост. Блин, он идет на подъем. Ну, ладно, зато потом назад мы будем катиться с горочки. Здесь тоже, смотрите, как возле аквапарка все газоны покошенные. Там вон Неман протекает. Все просто супер шикарно. Вот значок Неман. Тут есть спуск, кстати. И давайте сейчас поедем. Я, кстати, очень полюбил вот так снимать ролики, когда ты едешь на велосипеде. Потому что на велосипеде ты можешь буквально вот сейчас мы едем уже 11 или 12 минут, но мы уже практически посмотрели все Друзкинники. То есть, если бы я это делал без камеры, то есть, если бы мне еще ролик не надо было снимать сейчас, то я бы, наверное, за 12 минут все Друзкинники успел бы объехать. Поэтому на велосипеде путешествовать очень классно. То есть, во-первых, спортом занимаетесь. Во-вторых, можете медленно посмотреть все вокруг. Так, там я вижу автомойка. Здесь, кстати, еще возле аквапарка. В следующем ролике, наверное, мы спустимся к Неману. И я вам покажу еще там пляж. Там еще есть пляж. Очень красивый. Так, сейчас мы проедем вот сюда. И еще вам я покажу окраину. Вот, друзья, еще хочу вам заснять. Смотрите, мы находимся на окраине Друзкинников. Здесь вот такой вот трехэтажный дом. И он вот так отреновирован. Смотрите, в каком он виде. Здесь вот припаркован велосипед. Пристегнут на замок. И да, его здесь не украдут. То есть, он так и будет стоять. Никто его не возьмет. И давайте еще вот сюда разверну камеру. Покажу вам домик. Вот такой вот домик находится тоже на окраине Друзкинников. И давайте еще дальше поедем. Я вам еще покажу кое-что. Ну вот, друзья, едем по окраине Друзкинников. Смотрите, дорожка продолжает идти. Велодорожка, смотрите. Она продолжает идти уже даже за Друзкинниками. И смотрите, в каком она качестве. Смотрите, какие вот здесь домики находятся. В прошлых видеороликах там, как живут обычные литовцы, мне люди писали, что ты на видео показываешь дома необычных литовцев. Но, друзья, если, блин, это не обычные литовцы, то где тогда обычные литовцы? Вот сейчас мы едем по Друзкинникам. Уже даже за Друзкинники выехали. И здесь дома еще даже круче, чем в том ролике было в предыдущем. То есть, смотрите, вот они, эти дома. Вот еще хороший дом. Вот еще хороший дом. То есть, это что, тоже непростые литовцы? Я считаю, это простые литовцы, то есть, просто которые очень много работают, потихонечку зарабатывают, копят деньги. Потом вот делают такие дома. Делают сначала фундамент, потом собирают деньги, делают стены, потом собирают деньги, делают крышу. То есть, конечно, они эти дома не за один день построили. Может быть, даже это кто-то всю жизнь строил. Но смотрите, мы сейчас на окраине Друзкинников. То есть, это уже даже не Друзкинники. И смотрите, какие дома. То есть, еще даже лучше, чем в том ролике. Итак, друзья, едем дальше. Продолжаем ехать по окраине Друзкинников. Здесь вот такая продолжается велодорожка. О, кстати, еще едут велосипедисты. Вот, кстати, я, знаете, заметил, что этими велодорожками в Литве ими реально пользуются люди. То есть, дорожки есть, и люди катаются по дорожкам с удовольствием. То есть, они это делают. Ездят по этим дорожкам. А почему бы и нет? Потому что топливо в Литве, я бы сказал, не дешевое. И не у всех есть там деньги на машину. Или, например, когда хорошая погода, вот как сейчас, то почему бы и не покататься на велосипеде? Подышать свежим воздухом. Тем более, что вот такие дорожки ровные это позволяют делать. То есть, если бы здесь не было дорожек, то никто бы и не ездил. А когда дорожки есть, бери велосипед и езжай. Так, вот мы сейчас доехали уже до самого выезда прям из Друскиников. И здесь уже вот идет значок Сноу-Арена. То есть, два километра вот сюда влево, и там уже будет Сноу-Арена. И смотрите, вот несмотря на то, что мы выехали, здесь везде вон хорошие домики. То есть, люди живут здесь не бедно, я бы сказал. И очень все здесь чисто, опрятно. Вон там я вижу еще улица, еще хорошие дома. То есть, вот так вот выглядит окраина маленького, маленького литовского городочка с населением 11 тысяч людей. И на этом у меня все, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно жмите колокольчик, чтобы не пропустить второй ролик про Друскиники.